Первый концерт в обновленном актовом зале Дома культуры села Ярковцы прошел в марте. На средства, выделенные в рамках нацпроекта, здесь смогли сделать ремонт, заменить кресло, купить световое и звуковое оборудование костюмы. Благодаря такой поддержке сельский ДК получил не только вторую жизнь, но и дал ее новым творческим коллективам, которых здесь теперь 10. У нас буквально за один квартал вот этого года, 19-го, добавилось на три коллектива. Если такие подвижки будут дальше идти, когда все это, я просто буду рад. Только в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» в области отремонтировали 21 сельский клуб. В текущем на очереди еще несколько. Федеральные деньги потратят не только на ремонт, но и покупку музыкальных инструментов. Оборудование до 2024 года при Амуре получит около 250 миллионов рублей, хотя изначально сумма была всего 200 миллионов. Несколько проектов внесли уже в ходе уточнения Амурской заявки. Например, музыкальных инструментов мы получим на 56 миллионов рублей. А есть те заявки, которые удовлетворяются дополнительно. Вот, например, мы подавали в этом году заявку на капитальный ремонт Дома культуры села Толстовка Тамбовского района. Она уже на сегодняшний день нам пришло в подтверждение, что прошла. И мы ждем порядка 15 миллионов рублей на следующий год за счет средств федерального бюджета. Благодаря нацпроекту «Культура» в области появятся мобильные клубы, модульная библиотека и четыре виртуальных концертных зала. Федеральные деньги частично пойдут и на проведение крупных культурных мероприятий, в том числе международных. По итогам первых пяти месяцев этого года при Амуре в числе лучших регионов страны, где реализуется эта национальная программа. На Дальнем Востоке мы и вовсе на первом месте. Амурская область по некоторым направлениям вошла в первые годы реализации. Например, автоклубы у нас будут в 2019 и 2020 году. Шесть автоклубов в этом году, пять автоклубов на следующий год. Ну а, например, Якутия начнет реализацию по автоклубам только в 2022 году. Национальный проект культуры рассчитан до 2024 года и поделен на три этапа. Культурная среда, творческие люди, цифровая культура в рамках нацпрограммы. Каждый год повышать квалификацию смогут по 77 амурчан, занятых в сфере культуры. А это значит, что совсем скоро культура в Амурской области выйдет на новый, более качественный уровень. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.